Сотни саровчан встали в строй бессмертного полка, чтобы вспомнить тех, кто отстоял нашу землю, нашу свободу, тех, кто отдал свои жизни за наши. Более 27 миллионов человек полегли на полях сражений Великой Отечественной, под бомбежками в блокаде, фашистском плену и концлагерях. Это тетя нашего дедушки, вот ее дедушки. Костромина Анна Петровна. Мы ей очень гордимся, она прошла у нас всю войну. Это Никискова Степана Ивановича, он прошел тоже всю войну. Но, тоже я мало чем знаю о нем, я гордимся. Василий Федорович Доронин не пропустил ни одного шествия. Для него бессмертный полк – это не просто фотографии. Это возможность еще раз вспомнить о дорогих сердцу родственников и знакомых, отдать им дань памяти, низко поклониться за их подвиг. На фронт ушло немало близких мужчины, но на парад ветеран пришел с фотографии одного из главных людей в его жизни – отца Федора Петровича. Был ранен два раза в бою под Москвой. В обороне стояли, служили с моим земляком, с соседом. Как-то мы встречались в крименках. Вась, мы с твоим отцом рядом в окопах, в зимних, да, говорит, перебегали. А он вот весь рост ебал, феечка, согнись. А ничего, переходили. Вот так отец у меня погиб. В бессмертном полку многие шли целыми семьями, чтобы передать эту бесценную память детям и показать, как важно не забывать тот подвиг. Это мой прапрадед, Величков Степан Васильевич. Он пропал без вести в 1942 году. Галина Чукрина родилась в 1946 году. Она не застала всех ужасов войны, но знает о них не понаслышке. Ее отец был сапером, и ему удалось пройти всю Великую Отечественную и вернуться домой к жене и детям. Ушел сразу с первых дней войны, 33 года. Осталось пятеро детей. После войны пришел, был четырежды ранен, дошел до Берлина. В нашем городе в шествии бессмертного полка приняли участие 6,5 тысяч жителей. У каждого из них есть своя история о тех, кто приближал победу на фронте и в тылу. О людях, которые еще в то время навечно вписали себя в историю нашей страны. Нелегкую победу одержали не только именитые генералы и командующие. Это заслуга каждого жителя Советского Союза. И сегодня, благодаря бессмертному полку, мы узнали многие имена наших героев. Мария Ирунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.